Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. Манчестер Юнайтед выиграл Snapdragon Cup и выиграл, ну, собственно, в финале этого турнира, который организовал наш новый титульный спонсор Snapdragon со счетом 3-2 у команды Real Betis. Давайте разбираться, как это получилось. Прежде всего, давайте начнем со стартового состава. Он сейчас на ваших экранах, и здесь было несколько замен. Поскольку Лени Йора получил травму, мы с вами знаем, что он, к сожалению, пропустит порядка трех месяцев. Это довольно тяжелая история, потому что у него стрессовый перелом стопы или что-то вроде этого, или плюсневый перелом стопы. В общем, это очень жаль, что Манчестер Юнайтед подписал такого талантливого защитника, как Лени Йора, и Лени Йора получил вот такую вот очень неприятную травму. Эта травма, ну, она буквально на ровном месте возникает, но не то чтобы на ровном месте. Говорят, что это перенапряжение. Очень много написано и сказано по этому поводу различными экспертами. Я бы лично прислушивался больше к мнению врачей, которые говорят насчет этой травмы. Они пока ничего, естественно, не сказали, но я к тому, что это может быть из-за перегрузки. Действительно, парням 18 лет играть, ну, нужно очень сильно варьировать нагрузку. Иначе очень легко перегрузить организм, который еще растет. Плюс ко всему, и у атлетов большие-большие нагрузки. Но к Лени Йора это не имеет вообще никакого отношения. Знаете почему? Потому что Лени Йора, да, он провел больше трех тысяч минут, там, сколько-то, 44 там матча за Лиль в прошлом сезоне. Но Лени Йора приехал в Манчестер Юнайтед после отпуска и провел, ну, фактически, там, несколько тренировок, и уже пару матчей провел. До матча с Арсеналом. И поэтому, ну, здесь, при этом тренировки в начале предсезонной подготовки, они, естественно, очень и очень легкие, потому что мышцам нужно вспомнить, как работать. Там нет никаких, каких-то феноменальных нагрузок. Ну, просто так бывает. Травма неотъемлемая часть футбола, к сожалению. И, ну, здесь ничего не поделаешь. Лени Йора теперь нужно восстанавливаться. Очень и очень сложно, тяжело. И мы будем ждать Лени Йора на поле. Вместо него сегодня на поле, к слову, состав. Давайте все-таки посмотрим. Линделев и Магуайр вышли в центре обороны. Том Хиттон получил свои 90 минут в стартовом составе Манчестер Юнайтед. Том Хиттон является воспитанником, и это очень радостно всегда, когда этот человек играет. Харри Амаз 41-й слева, 29-й Арнон Бисако справа, по центру. На графике показано, что были Казимира и Мактоминой, и на позиции 10-го номера Эриксон. Решфорд 10-й номер впереди, Санчо 25-й слева, 16-й Амаз справа. Как было на самом деле? Потому что графика немножко не угадала, как это обычно бывает. Казимира с Эриксоном действовали ниже, Мактоминой и Санчо действовали как два таких форварда, что ли. Они менялись местами, прямо-то было видно. То Мактоминой делал забегание, Санчо опускался на позиции десятки. Иногда Мактоминой опускался на позицию десятки, Санчо делал забегание, или смещался на какой-то из флангов. В центре мог возникать периодически Маркус Решфорд, но все-таки Маркус больше играл на левом фланге. На правом фланге играл Амат, и Амат Диало абсолютно прекрасен, друзья. Я очень рад это говорить, потому что у нас вырос, ну, можно сказать, свой... Ладно, давайте не будем выдавать никаких авансов. Просто скажу, что Амат Диало это пока что лучший игрок нашей предсезонки наравне с Мейсоном Маунтом. Амат Диало заработал пенальти, Амат Диало забил потрясающий галешник в сегодняшнем матче. Он провел уже 60 минут на поле вместе, ну, в принципе, со всеми футболистами. Кроме Магуайра и Линделев, о которых заменили в перерыве, они провели по 45 минут, все остальные провели уже 60 минут на поле. Это говорит нам о том, что игроки уже переходят на следующий уровень подготовки своей предсезонной. Ну, и плюс скоро матч против Манчестер Сити в Суперкубке Англии. Поэтому очень и очень здорово, что Манчестер Юнайтед, ну, какой-то своей основной когорте футболистов дает поиграть уже 60 минут. Если говорить о том, кто был хорош, ну, Амат Диало. Амат Диало прекрасно владеет своим балансом. У него, ну, невероятное какое-то чувство баланса. Он хоть и маленький футболист вроде бы, да, но он потрясающе быстрый. У него невероятное, как я уже сказал, чувство баланса. То есть он может теснить соперника корпусом. У него очень быстрые ноги. Он классно обыгрывает соперников. Плюс здорово бьет с левой ноги. Гол, который он забил, был абсолютно феноменальной точности, силы. И чем больше голов от Амада мы будем видеть вот именно такого качества, тем более, ну, как бы развлекательным будет футбол Манчестер Юнайтед. Амат обыгрывает, Амат участвует в атаках. Амат здорово стал смещаться в центр. Амат стал делать забегание, как, например, вот на этом скриншоте. Вы здесь видите, что Казимир опустился чуть ниже. Мы об этом сейчас поговорим. Но Амат делает вот это забегание в зону, которую растянули, в общем-то, Решфорд. И Аарон Ван Бисака по флангам здесь, да, здесь видно. И они вместе с Джейденом Санчо сделают здесь забегание. Джейден Санчо в этом эпизоде гол забил. Просто его отменили из-за того, что был офсайт в момент передачи Амада на Джейдена Санчо. Амат дальше находился, ну, короче, за линией мяча был, когда в момент передачи. То есть передача была уже в офсайт. Поэтому гол Джейдена Санчо отменили. Вот. В целом Амат Диало провел, я говорю, отличный матч. Забил, заработал пенальти. И в целом выглядел, ну, одним из лучших футболистов Манчестер Юнайтед в этой встрече. Можно отметить также Маркуса Решфорда, который здорово реализовал пенальти, который заработал Амат Диало. Решфорд прекрасно подыгрывал. В общем-то, он сделал голевую передачу на Казимира и забил сам со стандарта, ну, то есть с пенальти. То есть у Маркуса Решфорда ассист со стандарта и гол со стандарта. При этом Маркус довольно неплохо двигался. Правда, был зажат снова немножко в своей левой зоне. Но так или иначе он двигался. Он заставлял соперников фалить на себе. И при этом, что мне нравится, чем прошлый сезон был полезен для Маркуса, он научился не жадничать. Потому что он выдавал абсолютно прекрасные передачи. Где-то вот туда в районе 11-16 метров на поступках к штрафной или уже даже на отметке пенальти. Маркус выкатывал вот туда вот эти вот мячи, которые набегающие Казимира, Эриксон и кто угодно еще подключается с глубины, могут прекрасно пробить. Плюс, ну, как бы на Амадо Диало передачу сделал Харямас. Там тоже было очень-очень классно. Ну, в общем, Решфорд выглядит живым. Решфорд выглядит таким немножко более крепким, чем в прошлом сезоне. Он улыбается, где-то ему все еще не хватает немножко уверенности. Но, так или иначе, Маркус Решфорд потихоньку возвращается. Эрик Тенхак публично как бы поддерживает Маркуса. И я очень тоже надеюсь, что мой любимый футболист покажет хороший сезон. Я не люблю, когда происходит сезон предыдущий. Еще одним игроком, который показал очень хороший уровень, друзья, стал Казимира. Сейчас многие говорят о том, что вот, Казимира хотят продать и так далее и тому подобное. Может быть, Казимира и хотят продать. Но Казимира сейчас выглядит в этой предсезонке одним из лидеров Манчестер Юнайтед. Одним из людей, который управляет нитями игры. Работа Казимира с мячом в этом матче была очень-очень хороша. Он управлял нитями игры. Он делал потрясающие переводы на Амадо Диало, на Маркуса Решфорда. Он видел забегание. Роль Казимира заключалась в том, чтобы опускаться между двумя фуллбеками. Мы с вами видели это вот на этом скриншоте. И вот здесь это тоже видно. Здесь я также отметил тактическую особенность Манчестер Юнайтед. Когда два фуллбека поднимаются очень высоко. Таким образом, Манчестер Юнайтед начинает розыгрыш мяча в три человека. Это Казимира, Магуайр и Линделев. И здесь возможны варианты. За счет того, что поднимаются высоко фуллбеки, вы видите, что на этом скриншоте, например, Харри Амас больше двигается к центру для того, чтобы открыть бровку Маркуса Решфорда, которого на экране не видно, но он находится там на своем месте. При этом Арен Манбисака делает поле широким, наоборот, уходя в бровку, и открывая вот этот вот inside channel, что называется, то есть полуфланг, пространство для рывка Амада Диало. То есть Амат, понятное дело, это человек, который любит открываться внутрь. Он не особо играет в бровку, поэтому в бровку уходит Бисака, а Харри Амас, наоборот, он либо смещается в центр, чтобы освобождать бровку для Маркуса, либо он может делать также вот это вот забегание за спину, чтобы Маркус Решфорд давал ему передачу. Правда, Маркус ни разу не отдал ему передачу в этом матче, к сожалению, и все эти забегания, в общем-то, закончились ничем. Но то, что Харри Амас очень здорово работает, и это еще один игрок, которого действительно стоит отметить, его работа с мячом абсолютно хороша, у него есть огрехи позиционные, особенно это касается, когда мяч находится на противоположном фланге и доставляется воздухом, и при этом игрок у Харри Амаса возникает за спиной, у него есть вот это вот, ну, то есть он как бы, он не смотрит через плечо несколько раз, да, то есть он как будто бы очень уверен. Я помню, у Алекса Телеса была похожая история, когда он, ну, вот так чересчур был уверен в себе, что он смотрел просто куда-то на мяч, ни разу не оборачиваясь за спиной, и, ну, в общем, стоило в полоборота держать. Но там нужно еще понимать, что Харри Амас не очень опытный защитник в плане того, что ему всего лишь 18 лет, и он играет с опытными товарищами, такими как Харри Магой и Виктор Линдольф, они ему должны подсказывать, они ему не подсказывают, потому что они на мяч оба смотрят, и Харри Амас, помимо того, что он смотрит на мяч, он еще пытается держать линию офсайда относительно этих двоих, да, что не всегда тоже хорошая история, потому что кто-то должен командовать этой линией офсайда, и, собственно, ему еще нужно трекать игрока за спиной, который вбегает, и смотреть, он еще видит, ну, дыру между опорной зоной. В общем, у Харри Амаса довольно тяжелая задача для того, чтобы, ну, как бы, у него он сейчас без ошибок справлялся. Давайте дадим ему время. Мне кажется, что Харри Амас может быть хорошей альтернативой Люкушоу или Тарелу Маласи, но, естественно, не основным выбором, потому что без мяча, я говорю, вот эта позиционная история у него пока что не на уровне первой команды совершенно. Плюс ко всему он иногда отключается, и это есть показатель того, насколько готов игрок, потому что, да, я понимаю то, что это прецезонный матч, но, в общем-то, гол первый Манчестер Юнайтед пропустил из-за того, что Харри Амас выключился и упустил Родри на своем фланге, Родри открылся у него за спиной, ну, и в итоге там, конечно, Том Хиттон ужас какой-то сотворил, потому что он сначала отбил мяч, который в него летел, а потом, прыгая на этот мяч, и вместо того, чтобы он уже двумя руками был на нем, то есть он мог его просто прижать к земле или зафиксировать как-то, он его зачем-то отбил в сторону, а в этой стороне как раз из-за спины у Харри Амаса выбежал Родри, который снова прострелил, и там уже игрок замкнул просто с метра в пустые ворота, то есть там и Хиттон набедокурил, и Харри Амас тоже оставил игрока за спиной, потому что он выключился буквально на секунду, но в АПЛ включаться не получится ни на какую секунду, это вы должны быть вот прям серьезно включенными все 90 минут, вот, поэтому у Харри Амаса есть небольшие огрехи в обороне, тем не менее, вот как атакующий защитник он дает большую вариативность команде. На этих скриншотах мы с вами посмотрели относительно позиций фуллбеков, они бывают там по-разному, иногда они поднимались оба в ширину, позволяя Маркусу и Амаду смещаться в центр, и таким образом там выводить Скотта Мактомина, в том числе на удар, и Джейдана Санчо тоже. Джейдан Санчо провел неплохую игру, он пару раз обыгрывал, иногда убегал на скорости, забил гол, который отменили из-за офсайда, в целом Джейдан Санчо в этом матче выглядел довольно-таки неплохо, но это все еще не тот Джейдан Санчо, которого мы, конечно же, хотим видеть, и поэтому, если отмечать футболистов, которые выделялись с положительной точки зрения, то это, безусловно, Амад, это, безусловно, Маркус Решфорд, Казимира и Харри Амас. Остальные провели довольно стабильную игру, но чем-то особенным не отмечались. Скотт Мактоминой загубил парочку моментов, ну, за счет того, что он просто не форвард, и вот как раз-таки Хейлона опять нету, Зиркзе сейчас будем смотреть, как будет готовиться. Хейлон вылетел не на долгое, не на продолжительное время. Там вопрос в том, что он будет отсутствовать где-то месяц-полтора у Расмуса и... В общем, Зиркзе будет играть основного форварда, я думаю, либо, опять же, Скотт Мактоминой. То есть вот такие варианты у Манчестера Юнайтед, я думаю, то, что мы не будем подписывать еще одного нападающего. Ну и в целом вот этот вот Чидо, который перешел, 16-летний парень, который перешел из Арсенала, говорят, что он тоже будет, как говорится, in and out the first team. То есть где-то будет возле первой команды постоянно находиться, тренироваться ли, или где-то там в Академии играть, но при этом Фабрицио Романо, по крайней мере, так написал, что он будет третьим форвардом после Хейлона и Зиркзе. Так что посмотрим. Возможно, мы это молодое дарование увидим. Правда, Манчестер Юнайтед об этом официально еще не объявил. И я не знаю, будет ли объявлять, что мы подписываем футболиста свободным агентом, и при этом молодежка. Ну, короче говоря, давайте смотреть, как это все будет происходить. Возвращаясь к матчу, что было еще интересно. Манчестер Юнайтед прессинговал достаточно высоко, как в первые 60 минут, так и во вторые 30. Во вторые 30 минут, конечно, когда случились замены, и замены произошли, но практически всех футболистов поменяли. Да не то, что практически всех поменяли. Остались только Эванс и Уилл Фиш. Это два центральных защитника, которые вышли в перерыве, и Том Хиттон. Всех остальных сменили, и вышли все те, кого мы с вами уже видели. Из интересного вышел Антони, который ничем не отметился, и он провел на поле порядка 25 минут, и у него была обратная замена. Он ушел с поля очень расстроенным. Вот эту вот ленту со своей руки снимал, выкинул ее. Я не знаю, травму у Антони или нет. Но, честно говоря, с таким Амадом уже без разницы, что там с Антони происходит. Потому что, правда, Амад Диало — это прям все, чем Антони должен был стать в свой первый сезон. И я надеюсь, что у Амада очень и очень хорошо пойдет. Из замененных футболистов, из тех, кто играл, довольно неплохо смотрелись Ганнибал и Мейсон Маунт, как, наверное, самые готовые. Ганнибал и Уилл Фиш получили желтые карточки за то, что там попинали соперников. Судья, опять же, вот второй матч подряд в США. В матч с Арсеналом были вопросы к судейству, и в матче с Бетисом тоже были вопросы к судейству. Потому что судья пропускал очевиднейшие нарушения как в одну сторону, так и в другую. При этом давал желтые карточки на каких-то ровных местах уже просто в конце встречи, когда понял, что ее потерял. Ну, например, вот этот момент с Маркусом Решфортом. Это же явный наступ, пенальти и, ну, как бы желтая карточка человеку, да, защитнику Бетиса. Но нет, здесь даже игру не остановили. В общем-то, Маркус покинул поле Хромая после этого. И, ну, какое-то время, я не знаю, Маркус, может быть, не будет играть с Ливерпулем в эти выходные. Да и, слава богу, если он не будет играть, пускай там все эти синяки заживут. Может быть, пускай даже пропустит встречу против Сити там за этот суперкубок, кому он нужен. Но, в целом, Маркус Решфорд провел неплохой матч. Судей матч потеряли. Вот таких наступов, как на ногу Маркусу, было еще два или три. Один раз наступил защитник Манчестер Юнайтед, ну, вот новенький, который вышел. И там, опять же, там даже нарушения правил не было. Ну, короче говоря, судьи в США, они совершенно не в зуб ногой относительно того, как играют европейские команды. Они не успевают по скорости, они не читают моменты. В общем, это показывает просто то, что им еще нужно учиться и учиться для того, чтобы судить даже товарищеский матч подобного рода. Потому что очень тяжело, точнее, очень легко потерять такую игру и дать футболистам получать травмы. А никто из футболистов не хочет получать травмы на предсезонной подготовке, друзья. Вот, в целом, из голов, которые забили, мне очень понравился гол Амада. Маркус Решфорд хорошо, достаточно хладнокровно исполнил пенальти. Ну и третий гол, конечно, тоже был прекрасен. Казимира забил здорово с углового. Там Маркус Решфорд сделал ему углевую передачу, но там попустительство Бетиса было прям ужасное. В целом, Юнайтед, конечно, игру контролировал. Юнайтед больше владел мячом. Юнайтед продвигал его довольно быстро. Юнайтед действовал разнообразно, потому что был и левый фланг, и правый задействован. И центр был активный в лице Санчо и Мактоминое. И в целом, ну вот, разнообразие. А так было, подключались фуллбеки. Очень таким вокальным был Тенхак. В общем-то, на бровке он постоянно стоял, кричал, подсказывал. Он постоянно кричал «Амаз! Амаз! Туда! Туда! Выше! Выше!» И Мактомину тоже постоянно показывал, чтобы тот поднимался выше, потому что Мактоминой как-то вот по, наверное, по наитию он опускается очень-очень низко. И тем самым оставляет Джейдена Санчо там одного против двух довольно высоких центральных защитников. Одним из которых во втором тайме являлся Марк Бартер. Если помните, такой футболист, который играл за Барселону. До этого играл центральный защитник Лиорента, который играл за Лидс. В общем, там в БТС было много знакомых лиц. И Эктор Беллерин там был, естественно, экс-игрок Арсенала. И Нобиль Фекир, который вышел во втором тайме. Правда, ну, не было Искуа. Иску Аляркон — это, наверное, самый ценный игрок Бетиса. Вот. И в целом, ну, там довольно такая симпатичная команда. Вильям Карвалью потом еще вышел и опасно пробивал головой. Ну, в общем и целом, Юнайтед справился. С Бетисом никаких особых проблем не испытав. Потому что один гол привез Том Хиттон себе. Ну, а второй гол, конечно, пришел при очень странной обороне Манчестер Юнайтед. Когда там, ну, просто никто не накрыл кросс Родри с левого фланга. Ну, то есть там тоже был розыгрыш углового. Никто не накрыл кросс Родри. Амат почему-то... Амат не успел его накрыть. Потому что Амат развернулся, увидел какое-то нарушение в своей штрафной площади и стал апеллировать к арбитру вместо того, чтобы бежать накрывать Родри. Естественно, Родри этот мяч подал. И, естественно, все там апеллировали. Это классика Манчестер Юнайтед последних сезонов. Тенхак, Иван Нисталро и весь тренерский штаб должны обратить на это внимание. Потому что играть надо до свистка. Ну, как бы в любой спортивной школе об этом учат. То, что играть нужно до свистка. Не нужно вот этих вот апелляций к арбитру. Особенно, когда нету вар. Ну, зачем? Вар пересмотрит, вар увидит. А ты выключаешься из эпизода. И ты эпизод недоигрываешь. Как только ты выключаешься из эпизода... Ну, а представляешь, ты выключился из эпизода и гол забили. Ну, вот так и получилось. Манчестер Юнайтед. Так мы пропустили второй гол. И в целом игра оставила положительное ощущение. Очень положительное. За исключением ухода с поля Маркуса Решфорда. Я надеюсь, что с ним все в порядке. Я надеюсь, что Йора и Хьюэлл вернутся довольно скоро. Манчестер Юнайтед предстоит еще одна предсезонная игра в турне в США. Это будет игра против Ливерпуля. После чего Манчестер Юнайтед вернется домой. И, собственно, на Уэмбли 10 августа будет играть в матче на Суперкубок против Манчестер Сити. На трансферном рынке пока небольшое затишье. Я думаю, что вот эта вся история с тем, что диагностировали травму Йора довольно долго. Потому что, во-первых, хотели убедиться, что она действительно серьезная. А во-вторых, потому что это влияет на переговоры по Делихту, с которым мы уже согласовали условия личного контракта. Но с которым есть расхождение с Баварией по сумме. Потому что теперь у Манчестер Юнайтед не очень сильная позиция по переговорам. Потому что Бавария знает, что вылетел центральный защитник, который должен был быть основным. Лени Йора. И, естественно, теперь Юнайтед нужен центральный защитник, которого они хотят купить. При этом продавать Магуайра или Линделёфа мы пока что не можем. Пока мы не знаем, что к нам приедет Делихт. И это такая немножко патовая ситуация. Бавария, в свою очередь, застряла между Джонатаном Та. Но для этого им нужно... Ну, как бы с Джонатаном Та они уже все согласовали с Байером. Им теперь нужно продать Матейса Делихта. И, видимо, там вопрос в деньгах. Потому что Делихта, иначе бы они уже давно отгрузили и забрали бы себе Джонатана Та. Ну, вот теперь вот эта вот цепочка, эффект домино. Сейчас посмотрим, у кого, так скажем, нервы крепче. И кто будет дольше торговаться. У Манчестер Юнайтед вариантов, на самом деле, немного. Кроме Матейса Делихта. И я думаю, что Делихтом мы и закончим. В том плане, что у нас не будет больше никаких трансферов в центральную зону. Даже несмотря на травму Лени Йора. Я считаю, что это, наверное, не нужно. Магуайр, Линдельоф, наверное, придется оставить еще на сезон. Но так или иначе, будем смотреть, друзья, как это все будет развиваться. Там еще идут переговоры по Нусеру Мазрауи, тоже с Баварией. В общем, Аякс у нас второй собирается. Там Эрик Тенхак вместе с Ван Нистелроем. Сейчас вот это вот все как-то дело обрамляют. Но Манчестер Юнайтед выглядит живым. Очень живой командой. Да, это понятно, что это Бетисы предсезонка. Но они на фоне Арсенала выглядели довольно неплохо. Давайте смотреть, как мы будем играть против Ливерпуля. У Ливерпуля новый главный тренер. Посмотрим. Посмотрим, как мы будем играть против Арне Слота. Ну и, конечно, будем ждать матч против Манчестер Сити. Друзья, поставьте лайк обязательно, если вам понравилось. Подпишитесь на нас, если вы новенький. Вступайте в нашу группу в Телеграм. Подписывайтесь на канал, конечно. Оставляйте обязательно свое мнение в комментариях. Потому что я знаю, что у вас очень много мнений относительно игры команды, относительно травм, Лени Йора, Расмуса Хьюйлуна. Что там дальше делать? Обязательно поделитесь в комментариях. Давайте подискутируем немножко. А я при этом на этом буду заканчивать. Спасибо большое, друзья, что досмотрели выпуск до конца. Обязательно поделитесь им со своими друзьями, чтобы нас становилось еще больше и больше. Ну и движемся дальше в сторону матча против Ливерпуля, в котором мы завершим свое североамериканское турнире. Ну что, на этом все. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова